Мы вам пробивать ничего не будем Серьезно? Да, вы помогатели и мошенники Я вам тоже ничего не пробиваю А почему не пробиваете? Что вы знаете? Я знаю А, все знаете? Хорошо Здесь ничего трогать не нужно Да почему не нужно? Ну вы со мной драться что ли будете? Потому что не нужно, я еще раз говорю Вы со мной драться что ли будете? Представиться сначала надо Не грубите мне, пожалуйста, я вам не грублю Ни слова грубости не было, а вот ты, девочка, грубишь Не, я ничего не путаю Ты, наверное, не понял, зачем тебя вызвали Ты, наверное, не понял, зачем тебя вызвали? Вы вам пробили? Да А нам почему-то не будут пробивать Наверное, потому что мы белые, да? А мы с вами, что ли? Ну, а почему не будете нам пробивать? Не хочу Напиши по сути Серьезно? Сразу по собственному Убирайте все Все убирайте Договорка для продажи Кого? И тебя что ли? Что такое за тебя? Что такое договорка? Я, во-первых, с вами на вы разговариваю А вы мне не тыкайте Убирайте Вы что-то трудитесь, что-то Нет, убирайте сыр Мы вам пробивать ничего не будем Серьезно? Да, вы умогатели и мошенники Что-что-что? Танюш, ну давай, я тебе перезвоню Девушка, пройдите сюда, пожалуйста Кого-то мошенниками обозвала, слышите? Не тыкайте мне Не тыкайте мне Вызывай Попробуй только базар Не тыкайте мне Я за девочкой Девушка, уходи там Базар А что вы с тобой делаете? Не за директор магазина Я вам еще раз говорю Не тыкайте мне Люба Не тыкайте мне А что с тобой делаете, скажи? До свидания Здорово-здорово Мы тебе здорово только сказали Я вам тоже ничего пробиваю Не поминайся, собальев Чего? Я вам тоже ничего пробиваю А почему вы не пробиваете? Потому что я знаю Что вы знаете? Все знаю А, все знаете? Ну хорошо Знаете тогда Будем продолжать Хотеть Купить Такая просрочечка Ребята, не буду пробивать Почему? Ну напиши по собственному Может он уволится Просто кассир как раз Должен сканировать товар Значит уволимся Ну а что? И раз не буду пробивать Ничего себе Просто страна посмотрит Как кассиры только в данной ситуации? Понятно Не только кассиры, как я понял Не только кассиры, да Поехали Я вам сказала Я не буду вам пробивать Потому что Ну в смысле потому что Запрещено мне пробивать Запрещено? Девушка, сегодня запрещено пробивать Девушка, проходите, пожалуйста В смысле проходите? За мной Только за мной Только за мной Как же я могу пустить? Ну стойте тогда Люди вам сказать Тогда давайте Стандарты обслуживания Доброцельные Давайте-то расстоять Либо вы обслуживаете Либо мы все стоим Значит мы и стоим Ну давайте Снимать вам Меня Право никто не давал Ваши такие действия Я буду снимать А ваши действия как снать? И в суде Будут все это Будет видно Я тебя не пугаю Я тебя не пугаю Нельзя законным правом пугать Конституции нельзя напугать А вы не лезьте в камеру Да и все Я не лезю Ну и не лезьте Зачем вам? Вот надо подойти в камеру Скажите мне не снимайте Меня пожалуйста не снимайте Нет ну вы просто Вы мне вот вообще не интересны Понимаете? Не объект моих съемок Совершенно Я приехал в Рыбинск Чтобы вас засняли У нас тут Нарушение прав потребителей Вот отказываются Отлату принимать Меньте Чем вас кормят Вот подумайте Нарушение прав потребителей Если бы вы подошли с этим сыром Вам провели бы сейчас запросто Только он просрочен Понимаю Вот с вами до 9 апреля До 9 апреля Представляете что будет с человеком И они нам говорят Мы вам не пробьем А вам пробьют Рыбинча Кстати как называется Житель рывинства Женский пол А мне что Или рыблянки Рыбинки Вот хороший назван Рыбинки Да Ну вот эти рыбинки Надо уже было выкинуть Месяц назад Даже больше У нас идет Учет по молочной продукции Серьезно? А это молочная продукция? Слушай Я такой последний раз Только откорченного Топольяк Это тоже молочная продукция? Ребят хватит Лучше ребят хватит Мы вам уже говорим Ребята хватит Знаете что приедем Почему не убираете тухляк На месяц просроченный Не знаю Даже для рыбин Для рыбинска Просроченная рыба опасна Понимаете Даже для рыбинска Пусть жрут это все На пару С директором И поехали мы Утилизируют орально Так вот Продолжаем Значит это все руководство Телефон директора есть Не звонить Раз по пять Учет молочной продукции Ты набрал Ага То есть это я дебил Я понял Конечно Я не знал их местных укладов И традиций Что покупатель Конченый мудак Если он набрал Молочной продукции Не поинтересовавшись При приходе в магазин Не идет ли у вас Учет молочной продукции Я пока же владел Должен Прийти Спросить Ну похоже Прямой эфир Думаю Получится Отсюда Как эфир назвать Директор Ончиная удила Так что ли А что должна вообще Завать там День А ты знаешь значение Слово Ончиная Или удила Знаешь что такое удила Вообще До 3 мая До 9 апреля Фу Говно Не говно Конечно Говно Ну как может быть Ну вдруг нормально А вдруг Говорят что так классно И дешево Вдруг За цены Потрогай Сыр На мягкость Потрогай Пластилин какой А теперь прочитай Его название Пармезан Молодой Ну и что Пармезан Пармезан Ага А ну он молодой Просто Он еще не затвердел Ну да Он только вчера был молоком Это мошенники Короче Они Выдавая Другой Вид Мягкого сыра За пармезан Этим пармезаном Хорошо Окна Замазывать Да Не дуга Под герметик Сиреней продается Вы кто? Вы представились? Нет Вы представились? Нет Зачем Выбранные мной покупки Руками трогать? Так не представиться Подойти там О чем-то Попытаться сказать Вот Что это такое? Здесь ничего трогать Не нужно Да почему не нужно? Ну вы со мной драться что ли будете? Ну вы со мной драться что ли будете? Это я до сих пор продолжаю хотеть купить Ну а я не могу вам это продать Кто я? Потому что это не надлежащего качества Кто я? Кто я? Я Кто я? Я? Кто я? Что вы хотите услышать от меня? Кто я? Представиться сначала надо Не грубите мне пожалуйста Я вам не грублю Ни слова грубости не было А вот ты девочка грубишь Не тыкайте мне пожалуйста Своими действиями Не тыкайте мне пожалуйста А то что? Ничего А то что? Ничего Просто разговаривайте уважительно со мной на вы Уважительно с тобой? Не с тобой, а с вами С тобой, с тем кто нарушает право покупателей Я с вами разговариваю на вы Пытается какие-то покупки тут стыриться Я с вами разговариваю на вы Жек Иди контролируй Что такое? У нас учет по сыру Что у тебя? Сейчас будет учет всех больных в этом доброцении в беде медсотрудника Все, понятно, это кошмар какой-то Серьезно? Давай тебя наверное Хабалье Хабалье конченое Серьезно? Да мы про нас здесь От конченое и не до директора Что только не слышали Слышь ты Что, лицензию на торговлю Про сроком что ли купили? Еще так нагло говно отстаивать Собираются Не проканает Вот не проканает Что такое за не проканает? Ну если ты не знаешь русский язык Ну-ка из моей телеги лапы Убрала Моя телега это У нас договор купли-продажи Да? Не состоялся Сейчас охрану вызовут Давай вызывай Давай вызывай За базар отвечай Так и не ответила За свой гнилый базар Да? Куда ты берешь? Да нельзя Вы Что, блядь, тыкаете Что, блядь, тыкаете Конченое Так, Александр, я хотел узнать Ты здесь видишь состав и срок годности? Нет, вообще А еще я здесь не вижу информацию о производителе А годин до какого? Тоже не вижу Тоже плохое? Почему? Яйца не кидайте Что вы их кидаете-то? Если не покупать будем Вот если вы их не купите Куплю Они будут лежать Куплю Куплю Не надо кричать на меня Куплю Не надо соваться в дела покупателей И так уже нахабалили Это вы хабалы Серьезно? Конечно Вот это сервис Вот это стандарты обслуживания Доброценно Но я же разговариваю с вами нормально Не надо с нами разговаривать Мы не просили разговор А зачем вы мне грубите? Мы не вызывали девушку по вызову Которая будет поддерживать разговор в компании Я не девушка по вызову Скройся поэтому от нас На вы разговариваете? Мы тебя не вызывали Разговаривайте со мной на вы Не собираюсь Не собираюсь Понятно? Вот нет у меня уважения Не к тебе Не к директору этого духа притона Нечего было подходить Сказал Пошла вон Просто завали Все не снимай Если что Вон останутся еще дополнительные аргументы А вон есть маркированные Такие же аргументы А это не маркированные В телеге надо смотреть Да Понятно что они ее Будут пытаться тащить Вообще прям конченые Не обещали что пробьют Мне ничего пробивать не надо В смысле? В смысле? Кур и яйца мне обещали пробьют Не будете пробивать? Сейчас узнаю Что вы узнаете? Пробивайте? Нет Что нет? Не буду Не буду? Это что такое? Ооо Отлично Просто великолепно Что? Нет Да Здорово У меня есть друг Аликса тоже зовут Ты тоже Аликс зовут? Да А я смотрю Аликс написано Ты в его бригаде походу Вот Я покороче Бригаду Аликса знаю Ты от них походу Нифига себе Аликс форму замутил Своим, да? Что случилось-то? У нас ничего У Доброценно неприятности Доброценно провели Спецоперацию Под названием Босрались Людей говном предпочитают кормиться Ну так Хабалят потихоньку Слушай Это тоже отказались пробивать Да? Меряется Хотя говорила Если ты сейчас не купишь Ага Вот Евгений Анатольевич Продолжает Хотеть купить Все эти товары С него Не берут деньги Не принимают оплату Тупят Не слышу Она там шерпит Почему не пробиваетесь? Может в присутствии Господ В этой форме Нет Объясните Почему вы отказываете Меня обслуживать? Потому что у нас сейчас На товар идет Учет На какой товар у вас идет На молочную продукцию На клаженую Я вам куры 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 прошу Если товар стоит На прилавке рядом с цельником Никакой учет На него не идет Ну видите произвол Нет Просто приходите в магазин И вам говорят Я вас не буду обслуживать Потому что у нас учет Учет закрывайте Свой сарай Я так считаю Что бы ни взял Все учет Уже придумала Слышно На сыры На молочку На охлажденку Только зонтики Пойдешь сейчас возьмешь Конфеты Она скажет У них учет Кондитерки идет Поможете полицию Возвать? Сейчас Давайте Объясняем Товар не продается Они нам оскорбляют Да ты кто? Да пошла отсюда Мы их вообще обслуживать не будем Мы имеем на это полное право Они товар не отдают нам Не отдадите Задают сдать в полицию их Давайте вызывайте полицию Я вот так в полицию пойду Ладно? Вот так сдайте Идите Идите Я истана голову Тебе? Нет вам А мне зачем? Вам здорово будет Вам очень будет хорошо Да 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 Конечно Любаша Замечательно А Любаша? Сейчас приедет полиция И все Ну так уверенно Неужели крышует? Да не будет ее в данном случае никто крышевать? А что вы за слова? А ты не образованная Не образованная Безграмотная А вы там где хоть находитесь? В общественном месте Где? В помойке я нахожусь А вы видите Я и смотрю что вы с помойки В помойке я нахожусь Которой ты руководишь В помойке нахожусь Ты чего матом ругаешься? Матом ругаться здесь приехал Сейчас в отдел поедешь Матершинник какой В общественном месте Представляете? Первое предупреждение было А то в полицию поедете С яйцами на голове Тут же все с яйцами на голове Не знаю Как у них в этом доброцеле принято Именно по этой причине А если вы не умеете сроки читать Вы подошли по-человечески И спросили Хорошо Можно подойти по-человечески Спросить Директор Подскажите сроки пожалуйста Там все написано А написано там все Там все как написано Что? Чудная Почему? Че почему? Почему чудная? Потому что чудная Почему чудная? Че с чем чудная? Я говорю почему чудная? Я не знаю почему она такая чудная Упакована, изготовлена Почему она такая чудная? Так что вам чудного там в нем? В чем в нем то? Ну вы в этикетке в чем вам чудное? Вы говорите чудная. Директор чудная. Потому что там же все написано. Действительно написано. До какого година? Здесь не написано. Я разве это взял? Вы взяли окорочок. Там написано. Он у меня сейчас там. Пойдемте посмотрим. На нем же написано. Вы мне подскажете. А что мне не продаете? Почему мне не продаете? Ну, потому что не продается. А, не продается. Учет, да? Да. Участковый какой? Шишкин. Митин Александрович. Окей. Тут, правда, прибыл какой-то участковый, но случилось не у нас, случилось у Доброцена. Доброцена торгует опасными товарами для жизни и здоровья граждан. Сегодня это товары в данной потребительской телеге, товары с вестевшими сроками годности и с другими нарушениями. Такими как нарушение технического регламента таможенного союза, товары без маркировки, без информации для потребителя. Полбеды персонал ведет себя в Тамске, пытаясь вырывать эти телеги, всячески скрыть следы. Как мы понимаем, административные правонарушения, то есть прямо нападали, вырывали эти телеги. Ну, естественно, были совершены звонки в полицию для того, чтобы все это осмотром либо изъять, либо каким-то другим образом обеспечить сохранность, как предмет совершения административного правонарушения и передать материал по подведомственности в территориальный отдел Роспотребного Ответа. Все будет зафиксировано. Как вы с нами разговаривали? Как с подружкой. Ну и чё? Ну так обратись тогда. Как смертных подружек. К полиции и напиши заявление, что тебе как с подружкой. Обратись к ментам. Обратись к ментам. А чё ты ерунду не несёшь, что-то снимать. Не подружки бы нам. Да, конечно. Так, заезжаем в морозилку, в холодильник. Чё мы здесь видим? Свинина. Хочу узнать, что за свинина, кто производитель, когда упакована, когда изготована и самое главное, сколько срок хранения, при какой температуре. Я не вижу информации. Поэтому мы сейчас соберём это в тележечку. Я уже говорю, нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Да, от вас приходят сначала, что перенаправлено, потом уже от Роспотребнадзора, что директор вызван. Сообщение непосредственно вы делали? Сначала ГБР делали. Полицию. Сначала ГБР вызывали. ГБР приехали. То есть магазин, его сотрудники, ну сотрудники магазина начали орать. Они нашли просрочку, вызывайте ГБР. ГБР приехали. Ну, адекватные в этот раз сказались. Пацаны сказали, спросили, что здесь происходит. Решили узнать. Мы им объяснили про всё это, то же самое, что и вам. Они говорят, ну да, полицию надо вызывать. Вот по инструкции, видимо, они обязаны дождаться прибытия полиции. Только сейчас уехали. Сами позвонили. И кто ещё потом звонил, Жень? Я звонил. Ты звонил. Вот ещё Евгений Анатольевич звонил. Сначала-то туда поглянили в ГНР. Куда? Они? Нет, они, да. Они позвонили. Ну, они кнопку нажали, наверное. Сначала ГБР позвонили. Потом мы позвонили. Мы сами потом позвонили. Ну, мы были не уверены, что они действительно вызвали. Обзор будут по срочку забирать. Ну, расписку, да. Ну, расписку, да. Кроме директора. Да, взяли. Включить всё в протокул, осмотр, переписать. Это не мой зон. А переписывать-то кто? Мы свою работу сделали. Это распредел. А на каком-то тогда с храной распиской? Расписка у старшего участкового. Ну, а что у нас не ознакомили? В смысле пошли. В смысле пошли. Мы сейчас опять вызовем. Мы сейчас будем звонить опять, сразу говорю. Совсем понял, нам-то что делать? Не, мы не можем быть свободными. Что будет дальше действовать? А когда он приедет, во сколько? Когда он приедет, во сколько? Там мне сказали... Сотрудник сказал, вы сохранную расписку взяли, да, у директора? Можно ознакомиться? В смысле не надо? Ну, смотри, я сейчас буду опять звонить. Ты себя что-то хреново повел, дружочек. Ты, наверное... Ты не путаете, или что вы что-то? Не, я ничего не путаю. Ты, наверное, не понял, зачем тебя вызвали? Я вас более не задерживаю. Я, как бы, на тебя посмотреть не вызвал тебя. Я вас более не задерживаю. Я тебя, я тебя, я тебя спрашиваю. Да я не препятствую, я спрашиваю. Мы будем сейчас описывать, просрочен товар или нет? Роспотреб. Ты никакой Роспотреб доставка, 779-й приказ. Ну, загугли, почитай. Это что такое за приказ? Ну, мы сейчас будем все равно звонить-то. Ты сейчас сюда еще раз приедешь. Что за хамство-то, я не пойму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова